Мы отмечаем прекрасный день. Мы бы собирали просто не то что стадионы, шоссе выстраивалось бы там. Саня попадает в ТОП ВК, мы зовем Саню на ВК. Ребят, вы прикалываетесь? Конечно, нет. Вот они покры, сучки Питера. Лучше бы хату взять. Они здесь делят твою песню. Мия не продается. Ты подожди, через 6 лет... Мне покры, у нас есть рекорд. Держите. Мы, блогеры, не умеем тратить деньги, просто тратим нахуё. Санёк заболел, я купила ему витаминки. Давай разрисуем её фломастером. Давай тебя разрисуем. У меня уже дальше некуда. Я просто вчера в болото нырнул и заболел немного. Чего трудно везде? Куда идти? Конечно, трудно. Его директор, и по совместительству мой директор, сказал, что сегодня он мой директор. Фух. Ребята, я вчера утром был в болоте с Машей. Чёрт! 1,47, смотри. Мы просто вот так идём в лесу, и уже начинается радиация, которая превышает норму в несколько тысяч раз. Промок нафиг и приболел немного. А уже сегодня мы отмечаем прекрасный день. В нашей команде праздник. Всё почему? Первые гастроли. У Мии первые гастроли. Ещё и за бабки. Естественно. Ну, не типа поехала на ВК-фест выступить, как многие артисты. Как я, например. Я просто за компанию решил поддержать Мию первые гастроли. Нужно отметить. Это первые... Слушай, ну, получается, твоя доля сколько? Тысяча... Нет. Минус налоги. Мы это можем озвучивать? Не, ну, короче, ты получишь где-то 40 тысяч рублей. Чуть поменьше. Побольше. Нет. Да? Ну, короче, около 40 тысяч рублей. Первые гастроли. Ну, мне кажется, неплохо. Смотри, мы два месяца работаем, уже бабки появились. Когда-то я работала за 30 тысяч целый месяц. Вот. Давай тогда такой вопрос. На что ты потратишь эти деньги? Блин, я не знаю, можно ли здесь это говорится? Скажи, как есть. Я собираюсь промахнуть. И, кстати, уже сейчас невозможно купить. Можно? Нет. Сань, можно. Не говори, пожалуйста, что невозможно. Потому что я не хочу сдавать. Нет, у тебя все получится, надо сдавать. Ты что? Я отучилась в автошколе 3 года назад еще. Потом у меня были там уезды. Блин, я даже не знаю, можно это вставлять или нет. Давай ты сейчас переговоришь и скажешь на что-нибудь хорошее. Там маме подарок, я не знаю. Сейчас мы это все вырежем, а вот это вставим. Ты знаешь, ни в коем случае нельзя покупать. Ни в коем. Вообще. Ну ладно, если гипотетически у тебя уже были бы права, на что бы ты их потратил, целые эти деньги? Я бы и сестре младшей купила планшет, на котором можно рисовать. Да. На котором дизайнеры рисуют. Я понял. У меня сестра, ей 12 лет, она очень красиво рисует. Но она пока что на бумаге все карандашом рисует. Если бы она рисовала на планшете, уровень ее рисунка бы уже повысился. И она бы могла уже на обложке к трекам рисовать, анимировать что-нибудь. Ну все, вот права тебе. Зачем тебе права, когда у тебя нет машины? Будет. Ну когда будет машина, тогда и купишь права себе. А сейчас купи планшет, сестрея. Нет, Санек, нужно, чтобы стаж шел. Зачем? Страховка? С женской логикой, я не понимаю. Нахрена права, если тачки нет? Нужно, чтобы стаж шел. Так, ну что, сразу культурный запашок такой питерский, да? Ага. Ну что, какой у нас план? Мы сейчас быстро залетаем в отель, покушаем и врываемся сразу на ВК-фест, погуляем. Там, я надеюсь, встретим блогеров, покажем вам всю атмосферу. Но, честно говоря, у меня настроение не очень. Хлебни, скорее. Да? Да. Слушай, это хорошая идея. Я этого не говорила, если чё. Я просто читаю его выслик. Искарик сейчас бы вот просто был бы в тему. Залетел. Потому что контент вообще не делается, блин, вот на сухую. Я так сопьюсь. Так. Ты моя сестра родная. А, реально? Привет. А что ты, Саша, а ты проходку не сделала? Делала. Молодец. Только сестре? Да. А фанатам они тебя просили. Не подумала, да? 8 с половиной по букингу. Сейчас мы им проведем ревизию. Перчатки белые есть? А ресторан у вас есть, да? А ресторан у нас есть. Вот вы его можете видеть прямо у себя за... Да. Будьте здоровы. Спасибо. Сами сегодня сопливчик. Вы же до утра остаёте, правильно? Да, да. В общем, завтраки у вас за стеной начинают с 7 и заканчиваются в день. А, знаете, я сейчас забуду вам ещё рассказать. Майклайвенкастер. Забуду вам, что... Кому она говорит? Я тебе не звоню тебе. Какой? Сопливчик. Что она слишком весёлая? Поверил в себя что-то, да? Гастроли появились такая вся. Сопливчик. Ну давай пообщаемся с твоей сестрой. Так, ну чё? Чё говорит вообще семья про Мию? Любит, радуется, гордится просто. Да? Пойдём. А честно теперь? Сейчас я посмотрю, что у вас тут имеется. Это водка, егермейстер, вино, белое, красное, то есть по бокалам готово. О, у меня горло болит. Егермейстер там. Просто бесспорный вариант. Тогда егермейстера можно сразу четыре стопки. Я просто... Нет друзей, которые меня поддерживают, поэтому я сам... Будет тогда красиво. Да, вот смотрите, это Витя, Антон, Игнат и моя стопочка. Витю чуть-чуть обделили. Не чокаясь. Ты потому что знаешь, что я не одобряю этого. Это только в лечебных целях вообще. Если я сама не употребляю, и, допустим, мой директор, менеджер и звуковик будут пить, то если я скажу, что мы не бухаем... Чтобы никто работать не будет. Это плохо? Я ущемляю их права? Конечно, ты им запрещаешь. А если они будут тупить? Это уже другой вопрос. Они имеют право выпить после выступления, расслабиться, если это им нужно. До выступления и во время вообще категорически нельзя. Это могут делать исключительно профессионалы своего дела. Они, как бы, ну, может быть, таким образом раскрываются. Ваше здоровье. В плане сцены и гастролей, ты артист и ты хозяйка в этом плане. Мне кажется, это просто дисциплина определенная, чтобы не расхолаживать. Ну, а сейчас лучше шапку надень. Чтобы не расхолаживать. Чтобы просто жалость вызывать у людей, чтобы все пришли... Сейчас, прикинь, я впервые на ВК-фесте. Люди будут подходить деньги бросать такие в шапку, бля. Я не рассказывала тебе, в прошлом году, когда мы еще с тобой не начали работать, летом я выступала ближе к лету на Лубянке, пела на улице. Серьезно? Четыре часа подряд я написала на коробке Мия Бойко Instagram, а положила коробку. За четыре часа мелочью проходящие люди накидали мне 10 кэсов. Офигеть. Ну что, ребята, здесь могла бы быть ваша реклама, но не тут-то было. Мы приближаемся к знаменательной дате на канале, полмиллиона подписчиков. А значит, что? Будет розыгрыш, правильно. 50 тысяч рублей. Все, что вам нужно, это быть обязательно подписанным на мой канал. В комментариях напишите, как правильно мне распорядиться этими деньгами. Отправить одному 50 тысяч, или пятерым по десяточке, или десятерым по пятерочке, или каждому по косарику. Я через пару дней в своем инстаграме проведу прямой эфир, где выберу победителя специальным рандомайзером. Пройдемся по комментариям. Я уверен, вы устроите сейчас аврал в комментах, но тем круче. Ну что, ребята, обязательно досмотрите этот выпуск до конца. И я всем желаю удачи. В Вене, Веде, Вичи. Пришел, увидел, победил. Да, братан? Эй, эй, ты что делаешь? Ты что, дурак, что ли, а? У меня собаки голодные, жрут камни. Пипец. Раз по таймингу после моего выступления я должна разыгрывать мерч пикника, а потом автограф-сессия. Так. Честно признаюсь, у меня почерк просто никудышный. Я всю жизнь подписывалась, у нас документы в семье, у всех одинаковая подпись, чтобы подписывать документы. Просто бойко папина. И ты папина с папиной пошли на себя. Нет, тебе надо сейчас придумать. И, блин, и я думаю, Сань, у меня это другой момент. Я считаю, что брать автографы – это стрёмно. Ну, типа, давать их тоже, потому что я же обычный человек, и я как будто бы себя сразу ставлю выше слушателей. Может быть, просто заменить фотосессии? Слушай, ну... Я прям думала об этом вчера весь день. Может быть, кому-то хочется видеть, как ты расписываешься, увидеться. Это какая разница? Просто тебе надо сейчас потренироваться. Не просто роспись свою, эту калякулю делать, а прям, ну, прикольно как-то написать «Мия Бога». Я тебе могу показать, как я делаю текилы? Вот так я делаю текилы. Ну, типа, вот так вот. Сделай на «Ми», на «Ай», сделай какую-нибудь звёздочку сверху, девчачью, будет прикольно. Ты какое? Ты что, писать не умеешь? Алё, так «Мия», «М». Ты напиши одним движением, да. Прикольно, да. За автографы. Понимаешь, ну, зато у меня ушло на это, как бы, полторы, там, секунды, и это остается текилой, и это как роспись. А ты там вырисовываешь, как в тетрадке. Директора нет, некому следить за временем. Жёстко опаздываем, должны были в три уже быть там. Я пользуюсь случаем, хочу сказать, Питер, у вас прекрасно, у вас очень красиво, архитектура просто удивляет. От классики до хай-тека. 19 октября у нас в Питере пройдёт большой концерт «Текила», «Мия Бойко», «Маша», «Матара», «Люби меня, люби». Поэтому приходите. Ссылочка будет в описании, обязательно. Приобретайте билеты, приходите, мы будем вас всех очень ждать. У Аврора Хоу. Пойдём туда внутрь зайдём. У Аврора Хоу. Снова нас ждет за окном, голос еще не коснуться, рядами делаем о нем, топлый кофе катут, выйти только вдвоем. Покали! Саня, текила. Привет, привет. У тебя одежда, Любяк? Ты чего? Не знаю. На танке чего особенного? Ты уже рассказывал, сколько стоит? Да. А я не знаю, мне не сделали полный кофе. Чего за бренд? Знаешь бренд? Да, Жозеф Пацанотти. Да? Я просто сам не знал, меня спрашивали. Ну меня купили или не купили? Прикольно, подарили. Ну что, как дела? Нормально, пока, пока. Что, лампу решил брать? Да, взял, взял, взял. Ноздравляем. Ну лучше бы хату взял. Я знаю, да. Я думаю, не увидим. Ну и все, вы все. Влогеры должны немного с ума сходить. Мы, блогеры, не умеем тратить деньги, просто тратим нахуе. Так, девчонки, кто хочет заработать? 5 тысяч рублей на кону. За 5 тысяч рублей вот просто на камеру пробежать вот до того камня и обратно. Кто того камня и обратно? Кто вдвоем? Вдвоем. Десятку. А втроем? Втроем за пяташку. Втроем за пяташку. Готовы? Раз. Два. Три. Побежали. 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 Давай, 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 давай. Как ты думаешь, девчонки прибегут мокренькие обратно, а? Да. У-у-у. У-у. А теперь ставят, ставят, ставят. О-о-ое, я готов с вами спутсовать сейчас. Дааа. Да, вот они! Вот они покры, сучки Питера прибежали сюда-обратно. Дааах. Девчонки, ну, вы просто красотки, как я обещал, как я обещал, просто держите, вы лучшие. Ну ты, конечно, пробежала до половины, поэтому тебе 500. Ладно, я шучу, держи. Брон, извини, врываемся на ВКП, делаем контент, это Костя Сидорков, я его знаю 100 лет в обед. Но он сейчас, тебя можно назвать одним из самых главных людей в ВК? Ты можешь сказать так, ты знал меня еще пиздецом, а сейчас, да, я реально уже 5 лет работаю в ВК, директор по работе с партнерами, ну, короче, все нормально. Вот сделал я сегодня такую красоту. Слушай, ну, я второй раз на ВКПП и удивляюсь вообще, как много людей пришло, как тут круто, как много девчонок красивых, смотри, мокрых таких. Кайф. Я надеюсь, что когда-нибудь я своей музыкой смогу ворваться на эту сцену. А давай скажем, что нужно делать для этого. Так, давай. Заходить в ВК, вводить поиски текилы и слушать как можно больше песен Сани в ВК. И все, Сани попадает в топ ВК, мы зовем Саню на ВКПП. Все, я тебя понял, я услышал. Забочая схема. Я беру этот челлендж, просто этот вызов. Давай вызов такой, я тебе кидаю вызов. Первое место в топе ВК. Все, хорошо. И я тебя зову на ВКПП. За год. Несколько первых мест, и ты меня зовешь на ВКПП. Все, договорились. Сделка. Я надеюсь, у меня получится, ребята. Вы меня должны поддержать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай быстро вот просто скажи, сколько людей, сколько сцен, сколько вообще всего здесь. Смотри, 4 музыкальных сцены. В прошлом году было 100 тысяч человек. С учетом того, что сейчас уже ощущается, что людей больше, я уверен, мы побьем эту цифру. И территория занимает 50 футбольных полей. Ого, ничего себе. И мы растем вот этот год, то есть территория парка, то есть если смотреть на карты предыдущих фестивалей, там мы занимали половинку, сейчас мы уже реально уперлись просто вот в эту новую башню. Ну, в общем, ты знаешь, у меня по ощущениям хочется назвать ВКПП, это российская Клачелла. Ну, это фестиваль такой действительно для каждого, для всех. Трушка настоящий. Тут смотри, если ты возьмешь какой-то кусочек ВКПП и проведешь его в другом месте, это будет вообще отдельный фестиваль. Поэтому здесь каждый приходит и находит что-то для себя, по вкусу. Хочет он Бузову, хочет он Гитбэйби Тейпа, там, или слушать группу от студии. Ну, типа... Круто. Вообще круто. Дай бог, чтобы лет через пять у вас было минимум два уикенда. Я думаю, что мы, возможно, уже в следующем году к этому прийдем. О-е-е. О-е-е. Это будет очень круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Егор, пушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, я сейчас поздороваюсь. Давай. А ты тоже с оператором? Да, да. Ты знаешь, как на Ютубе нужно делать? На Ютубе нужно делать вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Илья Михайлович, это батлан! Естьочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как очень? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне несет, ничего себе, какие дерзкие девчонки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ладно, как все, извини, извини. Как дела? Нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас выходу на сцену и сейчас будет Егор, а? Просто да, я вам тебя говорю, я вам тебя объявляю. Это у тебя на сцену được. ивет, Честно, меня только что звали на сцену и попался. Что, я сейчас выхожу. Да, я тебе объявляю, да? У меня в 16-18. Да, я вот полчаса должен до тебя держать аудиторию, понимаешь? Охренеть. Удачи тебе в этом деле. Давай, удачи. Ну что, сердцеедка будет? 100%. Все, это будет эксклюзивный контент, только влог-напитка. У меня выйдет раньше. Тебя как зовут? Дэн. Дэн? Его Дэн. Все, давай, я забираю твою камеру. Привет, Питя! Привет, привет. Вот это профессиональная работа. Привет, привет. Привет, привет. Саша, у меня вопрос. Ты сейчас себя как больше чувствуешь? Как музыкант или как блогер? Вот что, чего больше в тебе? Смотри, ну, в данный момент на сцене я как блогер. Я сюда ворвался, снимаем блог. Моя артистка Мия Бойко уже там выступила. Я был сейчас в «Клеменке» и пообщался с Егором Гридом. Кто его ждет? Сейчас проигрываю чуть позже. И, ну, я не знаю, может быть, спросите у ребят, вы меня как больше воспринимаете? Как артиста или как блогера? Как блогера? Или как артиста? Как блогера? Маша, я тебя люблю. Маша, я тебя люблю. Маша, я тебя люблю. Была всегда-то свадьба, и это было просто... Офигеть. Я сначала нул как девчонки. Поздравляем! 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 Офигеть. Поможите, секундочку. Я должен такой видеоткрутку отправить Машу сейчас. Подождите. Надо пользоваться любым случаем. Я же блогер, правильно? Маша, я тебя люблю. Спасибо тебе большое. И тут сейчас Питер нас поздравляет с большим счастливом. Офигеть, как мы, это Питер! Вот, братан, работай на правую часть. То есть нам больше людей, они более активны. Офигеть. Офигеть. Подожди. Офигеть. Подожди. Я тут с самого утра. Эти ребята больше нравятся. Я... Я так думаю. Да? Слушай, смотри. Я уверен, сейчас эти ребята вот так вот просто двои. Уверен, да? Уверен, да? Уверен! Слышь! Ну-ка, давайте сейчас. Раз, два, три! Да! Да! Сдаем же! Все! Офигеть, schaut в, зови, всякие, потол Хотя. Поняли? Всем вам. Привет! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok